Всем привет! Вы на канале Викук. Сейчас я приготовлю очень вкусный хлеб на закваске Левито Мадре. Корочка хлеба получается хрустящая, а внутри он воздушно мягкий. Смотрите видео до конца и попробуйте его приготовить у себя дома. Советую готовить хлеб с самого утра. Возьмите закваску Левито Мадре. После холодильника она будет густая, но стоит ее подкормить и она оживет. В отдельную емкость отберите 30 грамм закваски. Туда же налейте 15 грамм бутылированной воды комнатной температуры. И тщательно перемешайте до однородности. Затем засыпаем 30 грамм пшеничной муки и начинаем замешивать тесто с помощью ложки. Когда оно начнет формироваться, перекладываем его на рабочую поверхность и вымешиваем до тех пор, пока не будет идеально гладким. Переложите закваску в стакан или в банку. Накройте пищевой пленкой и оставляем на 6-8 часов при комнатной температуре. Вечером приступим к замесу основного теста. В миску налейте 225 грамм воды комнатной температуры. Как видите, закваска настолько сильная, что увеличилась в 4 или даже в 5 раз. А внутри она пористая. Будьте уверены, что хлеб получится вкусный и пышный. В воду добавляем 60 грамм активной закваски и перемешиваем до однородной массы. Затем насыпаем 300 грамм пшеничной муки. Начинаем вымешивать с помощью ложки до тех пор, пока тесто не сформируется и оставляем на 1 час под пищевой пленкой. В течение этого часа тесто, закваска и мука соединились воедино. Этот процесс называется автолиз. Только сейчас можем добавить 6 грамм соли. Смочите руку водой, чтобы тесто не прилипало и начинаем вымешивать по кругу до тех пор, пока соль равномерно не распределится, примерно 3-4 минуты. Переложите тесто в емкость с плоским дном, накройте пищевой пленкой и оставляем на 45 минут. Спустя 45 минут снимите пищевую пленку и приступим к серии складок. Перед каждой складкой можете смачивать руки водой, вам так будет удобнее. Возьмите тесто посередине, приподнимите и сложите на передний край. Разверните емкость и повторите то же самое с каждой стороны. Накройте тесто пленкой и оставьте еще на 45 минут при комнатной температуре. Спустя время повторяем такую же серию складок. Как вы видите, тесто стало еще более эластичное и гладкое. Благодаря этим складкам тесто насытится кислородом и в будущем получится мягкий и пористый мякиш хлеба. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк под видео. Буду вам очень благодарен. В конце складки накройте тесто пищевой пленкой и оставьте еще на 45 минут при комнатной температуре. Спустя 45 минут в последний раз повторяем серию складок перед формированием теста для отстойки. Подготовьте рабочую поверхность и присыпьте ее мукой, так как в конце тесто мы переложим на стол. Смочите руки водой и берем тесто посередине, приподнимаем и перекладываем на переднюю часть. Разворачиваем миску и повторяем то же самое с каждой стороны. Затем переложите тесто на рабочую поверхность, присыпанной мукой и накройте его. Оставьте на полчаса. Спустя полчаса тесто полностью готово к отстойке. Можете заметить, что на нем образуются маленькие пузыри, а значит, что процесс брожения проходит удачно. Присыпьте тесто мукой и распределите по всей поверхности. С помощью скребка отделите тесто от доски и переверните его швом вверх. Аккуратно придайте ему квадратную форму. Левую часть теста переложите на середину. Потом накройте противоположной стороной и скрутите его в плотный рулет, но при этом не разорвите тесто. С каждой из сторон прищипните тесто, чтобы во время отстойки не выходил воздух, а оставался внутри. Потом переверните его и также придавите пальцами все швы. Переложите тесто в форму для отстойки или же просто в глубокую тарелку, накрытой полотенцем, и не забудьте заранее присыпать мукой. Заверните в пищевую пленку или положите в чистый пакет и оставьте в холодильнике на всю ночь. На утро вам нужно подготовить форму для выпечки. Это обязательно должна быть жаропрочная емкость, которая закрывается. Я использую стеклянную. Также можете взять чугунную форму для выпечки рыбы и мяса. Поставьте ее в духовку и разогрейте до 250 градусов. Когда форма нагрелась и духовка набрала температуру, достаньте ее. Возьмите тесто, которое простояло в сночку в холодильнике. Снимите пищевую пленку. За время отстойки оно увеличилось в размере, стало более упругим и готово к выпечке. Аккуратно переверните корзину с тестом на небольшой кусок пергаментной бумаги. И подготовьте острый нож или лезвие, чтобы сделать насечку на хлебе для красивого и правильного раскрытия. Сделайте надрез под углом 45 градусов по всей длине сбоку теста. Обратите внимание, какое красивое и пористое тесто внутри. После разреза его нужно сразу переложить в горячую форму для выпечки. Накрыть крышкой и поставить выпекаться на первые 25 минут при температуре 250 градусов. Благодаря тому, что тесто выпекается в закрытой форме, там образуется высокая влажность и тесто хорошо открывается. Если у вас нет закрытой формы, то можно поднять влажность с помощью пара, поставив в духовку жаропрочную емкость с горячей водой. Спустя 25 минут тесто полностью раскрылось и перейдем ко второму этапу выпечки. Достаньте форму и откройте крышку. Как видите, из маленького надреза лезвием получилось красивое раскрытие, а все благодаря сильной закваске леви-то-мадре. Продолжайте выпекать хлеб без крышки, еще 15 минут при температуре 200 градусов. Спустя 15 минут хлеб наконец-то готов, получился красивый золотой цвет. Переложите его на решетку до полного остывания. Если вы его оставите просто на столе, то от своего тепла образуется конденсат, и хлеб будет мокрый снизу. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok